Пенсионерам и инвалидам получить помощь на дому стало проще. В июле этого года в Люберцах открылся некоммерческий центр оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию. В организации работают уже знакомые получателям специалисты из комплексного центра соцобслуживания населения. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Нина Ивановна не одинока, но тем не менее ее родные не могут оказывать ей должного внимания. В силу возраста и болезней женщине пришлось прибегнуть к помощи социального работника. С нетерпением всегда жду, как мана небесная. Ну а кого еще ждать-то? Больше некого. Дочка у меня на инвалидности, пенсионерка, за ней самый уход нужен. У внучки двухлетний ребенок. Поэтому, конечно, с нетерпением всегда жду прихода Любочки. На нее надежда. Любовь Курыпина приходит к Нине Ивановне два раза в неделю. За три года успели по-настоящему сдружиться. По дому, с документами и просто душевной беседой. Помогает не щадя себя, отдаваясь полностью. На сегодняшний день таких подопечных у женщины 15 человек. Ну как все сначала с осторожностью относятся. Немного заказывали продуктов в аптеку вообще. А когда вот уже больше-больше с людьми общаешься, они больше начинают доверять. Каждый хочет внимания, потому что в основном они одни дома, хотят поговорить. А у нас сейчас многое. И мы не можем 20, ну 30 минут мы можем с ними поговорить, не больше. Им, конечно, хочется больше внимания, больше общения. Люберецкое управление Центра оказания комплексных услуг обслуживает около 1300 людей, нуждающихся в уходе. Помощь на дому оказывает 86 социальных работников. Несмотря на то, что организация работает только с июля, все сотрудники не первый день в этом деле. Перешли в новый центр и знакомого многим – Коцессиона. Мы теперь стали отделением исключительно обслуживания на дому. В этом есть тоже большой смысл, потому что мы занимаемся теперь исключительно гражданами, которые полностью или частично утратили свою способность к самообслуживанию. И мы приходим к ним домой и помогаем им во всех сферах их жизни. Нуждающимся получить помощь социального работника на дому не стоит опасаться нововведений. Как и раньше, ухаживать за ними будут опытные люберецкие специалисты. Полностью его работа контролируется Министерством социального развития и в том числе Люберецким управлением социальной защиты населения. Работает этот центр в соответствии с законодательством Московской области. Поэтому те граждане, которые у нас получали услуги бесплатно, они и дальше их получают бесплатно. Чтобы получить социального работника на дому, как и прежде, нужно обратиться в Управление социальной защиты населения. Оно расположено на улице Мира, дом 7. После этого по решению специальной комиссии получателя направляют в новый центр по социальному обслуживанию. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.